Александр Павлович Абуденов Отец Александра Павловича Абуденов Павел Васильевич был образованным человеком и пользовался уважением у односельчан. К нему обращались, если нужно было составить какую-либо бумагу, письмо, заявление, прошение. Работал он заведующим сельпо, затем руководил свинофермой и занимался заготовками сельхозпродукции для потреб кооперации. На войне он почти потерял слух, но до конца своих дней много читал, обладал энциклопедическими знаниями и уникальной памятью. Мать Александра Павловича Абуденова Акулина Ивановна работала в колхозе, и дома все огромное хозяйство было на ней – корова, козы, овцы, поросята, индюшки, куры. Она вязала великолепные пуховые платки и прекрасно шила. Все свое немногочисленное свободное время посвящала детям, была умна, строга, образована и воспитана в христианском духе. От родителей сыновьям достались чуткое сердце, недюжинный ум и неиссякаемая любовь к труду. Однако, как шутил сам Александр Павлович, ему достался ген удалого прадеда, державшего ямщину и предоставлявшего лошадей для государственных и частных перевозок. Маленький Шура рос сильным и ловким мальчиком. Еще до школы он освоил чтение и письмо. Учился легко, уроки успевал выучить в школе на переменках, а дома много помогал по хозяйству и, конечно же, находил время, чтобы покататься на велосипеде и тайком от старшего брата освоить боя. Особенно трудно семье пришлось в военные годы. Отец на фронте, мать и старший брат с раннего утра в колхозе, а маленький Шура дома за хозяином. Выжить тогда помогла дальновидность матери, которая продала всю скотину, кроме коровы. Эту кормилицу удалось сохранить, разделив заботу о ней на четыре двора, а на вырученные деньги Акулина Ивановна купила ржи и пекла хлеб с добавлением жмыха. Война преподнесла Шуре много уроков и, главное, научила никогда, даже в самые трудные времена, не терять присутствие духа и чувства юмора. Идти в школу, а у него все штаны в заплатках. И как же я так пойду? Я пошел вдоль ручья, чтобы никто не видел, по деревне я иду в залатанных штанах. Прихожу в школу, встал за углом и смотрю, выглядываю, другие дети как идут. Оказывается, есть дети, которые пришли, и латок нет, дырки торчат. Ну, я тогда смело вышел в середину, в круг и всем стал показывать и рассказывать, как мать мне клала эти латки и приговаривала. Это латка от папиных штанов, а это латка от дедушки на рубахе, а это еще от кого-то. В общем, вот так умел он все превратить в юмор. В доме Абденовых очень любили музыку. Будучи самоочкой, Шура обыграл всех деревенских баянистов. Мать говорила, что у дома не росла трава, потому что вся молодежь пела и плясала под Шурю на игру. Студентом Воронежского лесотехнического института он аккомпанировал хору из 100 человек. И в 1955 году этот коллектив занял первое место в смотре художественной самодеятельности в вузах СССР. Талантливого баяниста заметил известный советский композитор Исаак Дунаевский и пригласил его продолжить образование в Московской консерватории. Но Александр Павлович отказался. Он видел свое призвание в технике. Год спустя он с отличием окончил автомеханический факультет и уехал работать в Казань. Выбор молодого специалиста к моменту распределения уже имевшего семью пал на Васильевский техникум. С Ильцом Павловичем Обыденовым мы прожили 38 лет, 11 месяцев и 9 дней. Поженились мы с ним в 1956 году, 22 февраля. Поразил он меня чем? Своей веселостью, жизнерадостностью. Столько у него было поговорок, столько было присказок, столько было всяких-всяких пословиц, всяких таких неординарных каких-то событий в жизни. С ним, бывало, гуляешь, живот заболит, настолько нахохочешься. Недолгие три года в Васильевском техникуме стали очень насыщенными для молодого преподавателя спецдисциплин. Председатель методического кабинета, секретарь правкома, классный руководитель. В 1959 году Александра Павловича пригласили на работу в Казань. Это приглашение не было случайным, ведь именно на защите дипломов его отметил и оценил как специалистов Федор Тимофеевич Кунчий, работник автотреста и председатель государственной экзаменационной комиссии. 80% студентов из группы классного руководителя Абуденова защитились на отличное. Не только знания, но и сама личность Александра Павловича позволили Кунчему разглядеть потенциал молодого преподавателя. И действительно, профессиональный рост Абуденова в системе автотранспорта оказался стремительным. С 1959 года главный инженер Казанского авторемонтного завода ТАТА «Треста». Через 8 месяцев директор предприятия. С 1961 года главный инженер ТАТА «Треста». С 1963 года и до конца жизни генеральный директор Татарской республиканской ассоциации автотранспортных предприятий ТАТА «Треста». С 1966 года постоянный участник заграничных служебных командировок. А с 1991 года народный депутат Верховного совета Республики Татарстан. Его долгий профессиональный путь был отмечен многими правительственными наградами. Два ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы Народу, орден Знак Почета, медаль за трудовые успехи к столетию Ленина, почетное звание заслуженный работник транспорта РСФСР, ударник строительства Камского автозавода, две золотые, серебряные и две бронзовые медали ВДНХ СССР, а также почетная грамота Президиума Верховного Совета ТАССР. В городе Чистополь одна из улиц названа именем Абаденова, а в Казани его имя носит автотранспортный техникум. Александр Павлович был замечательным, надежным мужем и заботливым, чутким отцом. Дети, сын и дочь были для него отдушены, и любовь эта была взаимной. Мне было 27 лет, и меня вызывают в райком партии, предлагают директорство школы. Ну, я сказала, говорю, я с мужем посоветуюсь, потом на завтра дам ответ. Вечером дожидаюсь его, он приходит, я, знаете, так это, игриво, а ты знаешь, я тебя переросла. Он говорит, ну-ка встань со мной рядом. Встали рядом, повыше я, пониже. Он не очень высокий был, метр семьдесят восемь, а я метр шестьдесят два. Он говорит, где ж ты переросла-то? Я говорю, а ты знаешь, вот так и так мне предлагают директорство. Он говорит, сядь и остынь. Сажусь. Ничего, говорю, что ты не разрешаешь, что ли? Слушай, говорит, меня. Мы детей родили для улицы, что ли? Мы родили детей, чтобы воспитать их нормальными, лучше, чем мы с тобой. Поэтому никаким директором ты не пойдешь. Быть директором – это с утра до ночи быть в школе. А кто будет воспитывать детей? Улица с ключом на шее? Нет, никаким директором ты не пойдешь. Я в слезы туда-сюда, но потом подумала-подумала, но ведь он прав. Сын учился в десятом классе. С кого я делаю жизнь? Тогда были такие темы. И сын написал сочинение, что он делает жизнь с отца. Так учитель зачитывал это сочинение на общешкольном родительском собрании. Вот какой должен быть отец. Александр Павлович всегда стремился к знаниям. Быть причастным к науке было его мечтой еще со студенческой скамьи. Но аспирантура стала реальностью только в годы руководства автотрестом. Он стал соискателем в МАДИ и защитил диссертацию по теме «Система управления автотранспортными предприятиями на базе электронной вычислительной техники». Эта тема стала делом его жизни. Чуть позже результатом многолетней научно-практической деятельности в области АСУ стала докторская диссертация на тему «Оптимизация системы управления автотранспортным комплексом в условиях новой экономической политики и предпринимательства». Защита диссертации прошла в Москве в Академии предпринимательства и очень скоро эта система заработала на ПАТП-2. Александру Павловичу удалось спроектировать совершенно новую систему управления – холдинговый центр акционерных обществ «ТАТАВТОТРАНС». Внедерение всей автоматизации, всей автоматизации. Вы же компьютер вот видели, наверное, во всех этажах, видите, это идея его, идея, желание – это его, хотели – это его, и заставил он все это дело сделать. Весь институт, конструкторская контора, работа для вот этого предприятия, для того, чтобы внедерить автоматизм, рабочие места, значит, специалисты. Кровяка, отоздика, бухгалтеры, значит, там, эксплуатации, стабжения и так далее, и так далее. Это он внедерил. Впервые в России. Вот. Это герои надо давать. Авторитетнейшего человека больше в России нет. У нас в Москве был «нет», это научно-исследовательский институт, автомобилей и транспорта. На всю Россию один. Вот. Они к нам приезжали учиться. Не у меня учиться, а у Абуденна учиться. До конца своих дней Александр Павлович учился, писал, публиковал статьи в журнале «За рулем». На его счету более 30 публикаций и 3 книги. Большое внимание он уделял обучению и подготовке сотрудников – водителей, ремонтных рабочих, руководителей автотранспортных предприятий. Он шефствовал над автотранспортным техникумом, был бессменным председателем государственной экзаменационной комиссии, преподавал в КАИ на кафедре автомобильного транспорта. Обилие юмора, связь теории и практики делали его лекции увлекательными и доступными, несмотря на сухие предметы. Отношения со студентами у обыденного были строгие. Кто лекции посещать не намерен, на экзамен может не приходить. Но двоек никогда не ставил. Как ему удавалось совмещать научно-представательскую деятельность с руководящей работой? Он спал по 4-5 часов в сутки, ложился в полночь, вставал в 4 утра и работал в своем кабинете, а в 7.15 выезжал на работу. Безусловно, были и трудности. Управлять огромным транспортным процессом очень сложно. В составе холдинга на тот момент было 36 автотранспортных предприятий, 2 ремзавода, производственно-технический комбинат по обслуживанию КАМАЗов, трансагентство, производственный узел связи, цех по изготовлению нестандартного оборудования, проектно-техническое бюро, ТАТ-автотехобслуживание, 2 СМО, КМТС, учебный комбинат, медсанчасть и другие подразделения. В составе управления было более 7 тысяч автобусов, 6,5 тысяч грузовиков, 1300 легковых автомобилей и работало более 35 тысяч человек. Мы по Советскому Союзу тогда занимали первые места. Все премии практически были в Татарстане. И к нам приезжали со всего Советского Союза. Когда построили мы грузовое предприятие, с Чехословакии, даже министр транспорта Чехословакии приезжал посмотреть, как нужно построить грузовое предприятие, чтобы оно было и стабильное, и компактное, и, значит, все размещалось так, как подобает. Приезжали из России, выручали нам красные знамена российские. Не один раз, а почти 8 лет подряд мы первые места в России удерживали. Но в памяти коллег Обыденов было остается эрудированным, компетентным, прямым в суждениях и открытым человеком. Про него говорили – колоритная личность, настоящий вожак. Он достиг высокого социального статуса, но не сделался спесивым. В нем не было чванливости и снобизма. Наоборот, он всегда был щедр и великодушен. Инициативу поощрял и доверял людям. Не был подозрительным и мстительным. Никому не давал унизительных оценок, не выгонял с работы сволочьим билетом. Умел снимать стружку, но никогда не оскорблял. Мог ли такой человек не повести за собой? Мог ли не быть примером? Нет. Ведь им всегда двигала жизненная крыла. Только вперед и только первым. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ